Здравствуйте, уважаемые подписчики радиостанции Бизнес.ФМ Челябинск, ВКонтакте, в Фейсбуке. Также нас транслирует сайт Первый областной. Мы сегодня поговорим о бизнесе для детей, то есть об этой огромной индустрии, которая работает для самых маленьких в Челябинске, в России, в мире. Вообще, гость нашей сегодняшней студии – это Лилия Ершова, руководитель торгового дома «Игрушка Челябинск». Также вы в Комитете по содействию развитию женского предпринимательства. В принципе, да, тема «Близкая дети», предпринимательство, бизнес, женский бизнес. У нас много тем, в принципе, сегодня, но вообще вот хотелось бы поговорить вообще о том, куда вся эта сфера движется. Вот предлагаю начать с того, чем вы вообще сами занимаетесь, с города, профессии, с вот этого необычного для нас проекта, но, видимо, очень нужного для экономики страны в том числе. Да, здравствуйте, дорогие подписчики. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо, что пригласили меня. Да, наша компания занимается оснащением детских садиков и школ, игрушками, мебелью всем необходимым. А в прошлом году мы начали производить игровые костюмы для профориентации детей. И это не просто халаты доктора или форма сотрудника ДПС, а мы выбрали рабочие специальности, которые распространены у нас на Южном Урале. Которые нужны, да? Да, нужны. То есть нам помогли в управлении образования Челябинска, подсказали, какие специальности хотели бы, чтобы дети рассматривали на занятиях, но нету такого материала, таких костюмов нету. И как я недавно, оказывается, узнала в центре занятости, как раз очень много специальностей и востребованных, которые предприятия размещают заявки на таких специалистов, но рынка нету, то есть специалистов не могут найти. И если вам, допустим, покажется, что какой-нибудь сантехник или слесарь в вашем понимании получают очень маленькие деньги, на самом деле сегодня это не так. Сегодня высокотехнологическое оборудование требует высоких специалистов квалифицированных. И, конечно же, у них достойная заработная плата. Вот. Была мода, все поступали на юристов, на бухгалтеров, да, учиться, потому что веяние такое было. Менеджеры среднего жена. Да, менеджеры и так далее, они шли на инженерные специальности. Сейчас, наоборот, востребованы инженерные специальности. И вот мы создали эти костюмы, придумали к ним книжечки. Ну, покажите, что... Да, вот, например, костюм сварщика. Он универсальный такой подойдет любому. Ребеночку одеть. Это вот костюм металлурга, да, у нас край. Да, край, очень актуально. Металлургический. Вот. Также вот к ним есть небольшие книжечки, где мы рассказываем, что за профессия, да, какие нужны качества, чтобы ребенок понимал, что если я хочу быть металлургом, мало просто хотеть. Надо еще хорошо кушать кашу, надо физически заниматься, надо любить, допустим, математику и физику, и тогда ты вырастешь и станешь металлургом. Для чего, да, для чего детям уже в 5-7 лет там рассказывать о профессиях? Понимаете, чем, на мой взгляд, чем больше ребенок в детстве узнает о возможностях, какие у него есть, где-то себя попробует, поиграет, что-то понравится, увидит в соседях, в людях, да, где-то эти профессии, специальности, появится интерес. Например, я начала ставить такие наблюдения на собственной младшей дочери. Я ей рассказываю, куда они приходим, я ей говорю, вот это продавец, она продает, посмотри, у нее есть касса, у нее есть это. Заходим в салон красоты, там это парикмахер, это косметолог, она это делает, у нее такие инструменты. Вы не поверите, буквально через несколько дней мы заходим или идем по улице, она видит какого-то человека, который что-то делает, трудится, да, она спрашивает, мам, а это кто? А как это называется? А что он делает? А что у него в руках там? Какой инструмент профессиональный? А что надо, чтобы им стать? То есть, какие надо качества, какими умениями, качествами обладать? На сегодняшний день дети выбирают специальность как? Они в девятом классе сдают ЕГЭ, да, и в одиннадцатом классе сдают ЕГЭ. И выбрать, куда им поступать, ну, по идее, как бы, получается, десятый класс. Но, как недавно узнала, чтобы поступить, нужно же тоже определенно, ну, куда-то поступить, нужно определенно и тоже ЕГЭ сдавать там. Если на, там, например, в медакадемию надо там сдать химию, надо сдать, ну, там, физику и так далее. Вот, то есть это, чтобы хорошо сдать ЕГЭ в одиннадцатом классе, в десятом надо по этим предметам хорошо готовиться два года, десятый, одиннадцатый, да? Может, даже еще заранее. Да, вот. И также в девятом, получается, детям надо определиться, какие предметы сдавать в восьмом классе. Ну, грубо говоря, вот они выбрали, да, направление. А когда они еще не знают, кем они хотят стать? Много таких вообще детей, которые не знают? Ну, вот я, у меня сейчас дочка только закончила восьмой класс, да? Ой, вернее, только пойдет восьмой класс. Вот. А есть очень много знакомых, у кого дети уже закончили, либо вот находится десятый, одиннадцатый класс. И я вот просто ужаснулась, когда говорят, а почему ты выбрала этот вуз, а подружка туда пойдет? Почему ты выбрала этот вуз? Удобно мне на транспорте доезжать. А я просто по баллам прошла. То есть дети совершенно не целенаправленно идут куда-то учиться. И по статистике 16-го года 87, по-моему, процентов выпускников вузов работают не по специальности. То есть вот, видимо, и потом, а это получается 5 лет человек такой, полный сил, амбиции, желаний, такой вот самый возраст такой, просто так 5 лет посвящает вуз. Ну, не просто так, приобретает, конечно, знания, но потом он все равно... Четкой цели нет. Да, нет, он еще как бы плавает, кто-то бросает. Вот я знаю, что у многих, допустим, поступили первый-второй курсы, они вдруг выясняют, что нет, мы не хотим учиться, вот не хотим этим заниматься. И я очень рада, что сейчас на уровне школы и вообще вот в городе, не знаю, как вообще во всей стране, но наблюдая, так как занялась вот профитационной работой, очень много появилось экскурсий на предприятии. Ну, вот именно для школьников, да. Очень много каких-то мастер-классов. Вот недавно мы ходили, айти-парк устраивал, они показывали профессию стоматолог. Что стоматолог, вот допустим, мы с вами думаем, просто рот открыл, там врач что-то лечит. Оказывается, там специалисты большие деньги получают, именно те, которые на принтерах нам зубы сами печатают. И для этого тоже нужен специалист, а его сейчас нет. Так как бы есть потребность. Вот, и когда дети в садике проигрывают различные специальные, различные профессии, они начинают интересоваться. Они начинают искать своих героев среди обычных людей. Вот как это у нас случилось в профессии металлург? Я пришла к деткам в садик и говорю, я говорю, вы знаете, кто такой металлург? А это была зима, как раз хоккейный сезон. Они говорят, да, они в хоккей хорошо играют. Я говорю, да, а вы знаете, что вот у нас есть такая профессия, педагог подключился, они померили костюмы, всем им очень понравилось. Они его почему-то прозвали вот за этот костюм, у них как железный человек. О, это же железный человек, все, это же супергерой там. Затем, значит, этот мальчик ушел домой, и уже мне педагог рассказывает через некоторое время. Он пришел на следующий день, забрался, говорит, на самое высокое место в садике на стол, и начал кричать, что он сын железного человека. То есть до этого ребенок как бы не предполагал, что у него папа металлург, да, что он... А тут еще дети же все сказали, что это супергерой, а почему бы вдруг сыном-то супергероя не ставить? То есть мальчик такой стал гордый. И мальчик начал постоянно интересоваться у папы, его профессии, да. И папа начал какие-то приносить, говорит, фотографии, показывать ему, рассказывать, чем он занимается. И мама даже немножко так ревностно говорит, сейчас он больше с папой время проводит. Ну вот немножко уже, если отойти вот от разных вот этих, собственно, профориентационных вещей, да, вообще вот если мы возьмем индустрию для детей, за эфиром немножко вот вы рассказали о каких-то вот тенденциях, да, что сейчас, оказывается, меньше стали покупать игрушек. Немножко удивительно, конечно, с первой точки зрения, потому что ассортимент, он просто поражает любое там вот воображение, уже чего только нет. Действительно, что происходит в этой сфере, почему вот упал спрос, да, на игрушки, на какие игрушки востребованы сейчас вообще? Да, если, допустим, раньше игрушки покупали, дети играли в игрушки от ноля, там, до 10, до 12 лет, то сейчас в игрушки играют меньше, так как уходят в игры онлайн. То есть это уже дети практически, как идут со школы, им родители обязательно покупают телефон, и обязательно ребенок уходит в онлайн. Даже в детском саду, наверное. Да, ну, детский сад не разрешают носить такие телефоны, конечно же. Вот, и, естественно, получается почти в два раза, грубо говоря, рынок сократился, потребление. Но радостно то, что сейчас, если по сравнению с прошлым рынком, то сейчас игрушка стала более качественной. То есть уже люди выбирают именно качество, функциональность, технологичность игрушки. Также рынок, вот вы говорите, пересыщен, насыщен и так далее. Очень много брендов, да. То есть выходит какой-нибудь мультик, и тут же выходит серия огромных игрушек. Дети смотрят мультик, естественно, тут же хотят купить игрушки. Вот, сейчас очень активно развиваются у нас настольные семейные игры, потому что все-таки родители начинают понимать, что ребенка они теряют в онлайн. Надо как-то его заинтересовать. А всегда интересно, когда играешь не один, а играешь вместе с семьей, вместе с верстниками. И сейчас действительно очень интересные настольные, и не только интересные, они образовательные, поучительные игры, там какие-нибудь бизнес-игры, да, там, или еще что-то. Правила дорожного движения вместе с машинками и знаками, со светофорами, там что только нету. Там что-то может двигаться. И действительно, детей именно игра с семьей, она затягивает, она становится интересной. Ну вот, так скажем, ведь то, что у нас к планшетам-то вот эта вот приверженность очень сильная, то есть ведь и самообщество у нас изменилось, и сами родители бывают, к сожалению, проще им отдать ребенку планшет. Вот как в этом плане поступать-то? Ну, поступать тут сам родитель должен быть осознанное родительство, да, но говорить, что это совсем плохо, да, что мы уходим в онлайн, нет. Потому что действительно у нас сегодня мир выходит на новый уровень, идет цифровизация во всем, везде. То есть мы также сейчас уже не стоим в очереди за справками, мы заходим на госуслуги, заказываем какие-то услуги и так далее. И дети, они больше мобильные, да. Если наше поколение только там, может быть, лет после института пришли к телефону, то у нас уже с рождения, они чуть ли не с самого маленького возраста, мы уже включаем какие-то мелодии, мультики, и там ложим в кроватку, чтобы ребенок засыпал. Вот. Тут родитель должен сам захотеть поиграть с ребенком. Но хочу сказать на опыте, вот, ну, свои, как у меня двое детей, одной 14, второй 6 лет, пока с ребенком не поиграешь хоть один раз, не покажешь ему, как играть, он сам не будет играть, он потому что не понимает, как это делать. Ну, и вообще, играть нужно с детьми, и нужно, чтобы они играли, потому что они проигрывают разные социальные роли свои в будущем жизни. То есть они играют и в больницу, и в магазин, это же наше будущее с вами, что поведение нарабатывают. Также бывают конфликты в играх, и психологи говорят, когда ребенок проиграет конфликты, он уже, вырастая взрослый, он уже проще относится к той или иной ситуации. То есть, и, ну, я вот как больше работаю уже с детскими садами, да, хожу в детские сады, и я смотрю, очень интересные прям образовательные есть у них программы, где детей прям вовлекают настолько в процесс, что они еще потом дома, наверное, доигрывают. Вот еще немножко все-таки про тенденции. Вот раз большой действительно ассортимент, раз очень все разнообразное, вот, как сказать, везде есть такое понятие средний чек, да, у нас сейчас вот как затраты вообще на вот всю эту индустрию, они растут. Вот все-таки раз, все равно, да, сократилось, как бы, но вот именно средний чек, вот он, как вы это прокомментируете? Вот смотрите, родители, в принципе, чем мы становимся, как сказать, чем больше падают наши доходы в нашем понимании, больше у нас появляется всяких хотелок у всех, да, нам не хватает денег. Да, 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 да. Мы больше начинаем вкладывать своих детей, потому что нам хочется, чтобы они, в свою очередь, там, больше потом получили знания, могли лучше где-то реализоваться, поступить в хорошие вузы, зарабатывать и, как бы, зарабатывать больше, чем мы сами. Это, ну, это психология, никакой родитель не пожелает ребенку хуже жизни, чем сам, он все равно хочет, чтобы у него что-то было лучше. Поэтому, конечно же, родители стараются и выбирать образовательные курсы, и покупать какие-то образовательные игрушки. Сейчас уже заходят в магазин, не просто за игрушкой, дайте какую-то игрушку, да, а дайте какую-то игрушку, там, чтобы чему-то научиться, чтобы ребенок чему-то научился, играя в эту игрушку, там, дидактика, какая-то логика, то есть, что-то вот с этим связано. Вот просто машинок, мячиков, кукол у нас уже у всех достаточно и так далее, то есть, у нас не удивить. И это был спрос тогда, и больше всего, кстати, вот это все покупают бабушки. Вот бабушек и старшее поколение, это идеальные покупатели на сегодня в магазине, потому что они удивляются всему. Они вспоминают, как они росли в тяжелое советское время, и у них не было ничего. И вот им можно продать все. Вот ребенку можно продать бренды в основном. То, что он видит целый день, там, вот есть на ютубе каналы, где дети распаковывают игрушки, да, они посмотрели, захотели. То есть, видят рекламу, видят мультик, еще что-то. Вот дети, они кидаются, им вот даже сама суть игрушки, там, они не видят, видят только значок какой-нибудь раскрученный. Им надо эту игрушку, грубо говоря. Вот, а, например, родители, которые уже нашего с вами возраста, они уже осознанно подходят и именно выбирают. Вот считаешь, так, машинок у тебя уже 15, надо что-то такое, чтобы машинка, но с образовательным уклоном, чтобы ты еще поиграл, еще чему-то научил. А вот, знаете, еще вопрос, вот раз у нас, получается, сократилось вот этот вот рынок игрушек, да, ведь те, кто продавал эти игрушки, ну, или рядом там с ними, они же должны куда-то дальше пойти, тогда чем-то заменить, еще что-то дать, да, вот. Вот, какие-то вот, может быть, образовательные, я не знаю, секции, да, какие-то самые необычные, вот в советское же время раньше, вот, были какой-то там, знаете, для мальчиков, там, шуруп, да, где-то, какое-то конструирование. Вот как сейчас вообще, вот, куда пошел вот этот бизнес, да, раз вот есть снижение покупательской способности на игрушки, то есть, вот, какое продолжение? Для потребителя, вот этот сейчас рынок, он даже, можно сказать, он остался в плюсе потребитель, потому что ушли мелкие розничные точки с большими наценками, как бы я знаю, да, там, это, и стали крупные компании, где, естественно, они покупают большим-большим оптом и могут для потребителя сделать супер-супер скидки, какие-то акции и так далее. Вот, конечно же, вот, так как мы давно работаем, очень много отделов индивидуальных предпринимателей, маленьких отделчиков, они закрылись, либо, либо они увеличили ассортимент, там, начали продавать канцтовары, сувенирную продукцию какую-то и так далее, то есть, детские товары, именно новорожденку, потому что, вот, кстати, в этом секторе покупатель не экономит, когда покупает, допустим, игрушку для новорожденных от 0 до 3, то есть, он покупает хорошую пустышку, не будут какую-то там покупать, надо, чтобы она была с сертификатами качества, там, не пахла, потому что это лялечка маленькая, в ротик будет. Также игрушку играть, да, дети, они до года, всё у них получается интересное. Там телефона ещё нет. Да, там телефона ещё нет. И, конечно же, вот, на сегодня, что отрадно, опять же, в Челябинске очень много вот таких вот секций инженерных появилось. Я знаю, вот, IT-парк, там у них какая-то есть секция, где они учат детей уже, вот сейчас, по-моему, даже набор идёт, у них будет летний лагерь бесплатный в августе для деток, где они обучат их различным компьютерным программам. А также при дворцах культуры у нас, на Алом поле, знаю, дворцы пионеров, тоже есть секции различные, технологичные, где используют конструкторы, робототехника и так далее. То есть, вот сейчас вот это конструирование, различные инноваторские решения при игре, они детей действительно захватывают. Вот опыты, магия, фокусы, на рынке очень много таких игр, которые меня тоже удивляют, когда что-то там, ребёнок, молекулярная кухня мы недавно с ребёнком делали. Мы не рискнули, конечно, есть то, что мы там приготовили, и сока макароны там и так далее, но это просто захватывающе. Да, это захватывающе, и я думаю, что каждый ребёнок захочет поиграть, там, вырастить кристалл какой-то или раскопать кости динозавра. То есть, вот сейчас очень много вот таких вот научных, познавательных игр, опытов продаётся. И мне кажется, это хорошо, когда ребёнок через игру, опять же, у него какой-то исследовательский интерес появляется, да, к инженерным специальностям. Понятно. Лилия, ну, у нас время уже подходит к концу. Спасибо большое вам за интересный разговор про, собственно, будущее наше. Всё, спасибо большое, заканчиваем трансляцию. Спасибо. 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 Спасибо.